Ванечка, присаживайся. Владимир Владимирович, ты наверняка слышал уже про частичную мобилизацию. Но я никогда не служил, и вообще у меня сердечная недостаточность. Я понимаю, но и ты меня пойми, Ванечка. Восемь лет жители Донбасса подвергались нападкам со стороны нацистов. Мир больше не может быть однополярным, гегемония Америки пришел конец. А я-то здесь при чем? Как при чем? Ты что, не слышишь зов? Владимир Владимирович, извините, слышу, конечно, я не это хотел сказать. Слышишь? То есть ты готов поехать с ржавым оружием, без еды и теплой одежды в чужую страну зимой? Ради меня? Но у нас ведь потерь всего пять тысяч. Да... На самом деле, служить некому. Плохой Путин! Тупой, глупый президент! Не обращайте внимания, все идет строго по плану. Плохой Путин, плохой. Владимир Владимирович, пожалуйста, перестаньте, хватит бить себя. Война идет совсем плохо, Ванечка. Видел, что под Харьковом было? Под Харьковом? Нас погнали с саными тряпками, прорвали оборону, взяли солдат в прям брошенную технику, обстреляли Белгородскую область на самое ужасное, хохлы насмехались над нами в наших же пабликах. Но теперь все будет по-другому. Мы тебя мобилизуем, и все будет по-другому, Ванечка. Мы начнем выигрывать. Захватим Харьков, Запорожье, Киев. Может быть, даже до Львова дойдем. До этого оплота. Мерзкого, украинского нацизма. Но я был во Львове, нет там никакого нацизма. На-ци-сты! Ладно, я все понял. Давай сюда повестку.